Добрый вечер, уважаемые друзья, вторник, и вновь в эфире «Картина маслом». Я Роман Гафаров, и сегодня у меня гость – Одинцов Андрей Викторович, глава города Орска. Добрый вечер, Андрей Викторович. Добрый вечер. Я благодарю вас за то, что вы выбрали время и пришли к нам на передачу. Ну, и должен сказать, что передача выходит в эфир уже почти два года, и каждый год гость, приходящий в эту студию, в начале разговора рассказывает о себе. Родился где, где учился, какое образование, ну, и основные этапы, так сказать, вехи трудового пути. Поэтому расскажите немного о себе. Ну, я коренной рожачарин, я родился в городе Орске, прожил здесь всю жизнь. Моя родная улица – спортивная. Отучился я в 37-й школе, отучился там 10 лет, после чего пошел в Орске по техническому институту. Назывался он тогда так. Сокончил уже Оренбургский технический университет. Пошли такие преобразования. Да, тогда уже пошло. По окончании института в 95-м году я пришел работать на железную дорогу, в Орске дистанцию электроснотрия. Я пришел в должности электромеханика телеуправления, проработал в этой должности буквально полгода и перешел старшим электромехаником, возглавляющим сетевой район. Потом был ряд структурных изменений. В конечном итоге было там слияние двух сетевых районов. И в конечном итоге должность у меня была начальник сетевого района. В энергоучастке я проработал практически 10 лет. Закончил я работать в энергоучастке в должности заместительного начальника энергоучастка. Проработав 10 лет, мне поступило предложение. Именно перехода на щебеночный завод. В тот момент щебеночный завод относился к структуре РЖД и я перешел переводом на щебеночный завод. Щебеночный завод подчинялся Приволжской железной дороге. Проработав там буквально несколько месяцев, Алексей Максимович Кишаян возглавлял тогда на тот момент завод. Он перешел директором завода ЖБИ в город Энгельс. Тот тоже был структурным подразделением РЖД. И мне была предложена должность директора завода. Практически до последнего времени? Да, практически. Я до последнего времени, 26 декабря, я был назначен на должность главы города и, соответственно, ушел с щебеночного завода. Я все время проработал на щебеночном заводе. Хорошо. 10 лет. Судя по тому, что вы учились в 37-й школе, а это поселок железнодорожников, я так понимаю, ваши родители как-то связаны с железной дорогой? Ну, в принципе, все, кто живет в поселке железнодорожников, хоть напрямую, хоть косвенно связаны с железной дорогой. Если вспомнить то время, пока я учился в школе, на тот момент у нас даже школа работала по московскому времени, и магазины работали по московскому времени. Так что, я говорю, все, кто жил в этом поселке, все были связаны с железной дорогой. Хорошо. Мать работала в организации главной ремонтный поезд номер 25, это строительная организация. А отец, он работал на морском заводе транспортных прицепов, потом работал в ЖКО, на УЗТП, и потом работал в МЧ-6. Это железная дорога. Понятно. А вот профессия, инженер-электромеханик, да? Да. Почему именно эта профессия? Хотя тогда уже как бы начиналась мода на юристов, на экономистов, вот почему технический УЗ? Нет. У меня всегда была цель именно получить техническую специальность. Вопрос стоял именно получения специальности промоэлектроника, и изначально планировали открыть в Морске эту специальность. Но потом, по всей видимости, как раз только шло восстановление института, был второй год буквально обучения на дневном факультете, была открыта специальность электроснабжения. Я на тот момент решил, что института электроснабжения, это... Кто-то советовал, или сами решили? А вы знаете, ситуация такая, что мой отец имел образование энергетик, а мой дядя имел образование энергетик, так что вариантов было немного. Да, это точно. Хорошо. Вы поработали на железной дороге, директор щебетовщего завода. Ну, вы так вкратце сказали, а вам всего было 32 года, когда вы стали директором завода. Вот, кто конкретно? Кишаин предложил эту должность? Или вы считаете? Да, Алексей Максимович предложил мне эту должность. Дело в том, что на тот момент был у нас разговор с ним, он говорит, пойдешь директором завода? Я говорю, ну, вроде как бы молодой. Ну, он почему-то тогда сказал, у меня достаточно было уже богатый опыт, и он тогда сказал, я считаю, что ты справишься. Как встретили в коллективе молодого директора? Ну, в коллективе встретили по-разному. Значит, где-то, может быть, иноосторожный, действительно пришел молодой человек с другой отрасли, без опыта руководства такими глобальными предприятиями. Ну, с течением времени все это дело... Сколько бы понадобилось времени, чтобы освоиться? Полгода, год? Потому что все-таки специфика действительно другая. Вы знаете, есть такое, действительно, грамотное высказывание, что руководитель становится нормальным руководителем примерно через три года. Через год ты начинаешь понимать процесс. Через два года ты начинаешь понимать, каким образом можно на него влиять. Ну, наверное, все-таки через три года ты уже начинаешь понимать, каким образом можно управлять. Хорошо. И вы директора завода проработали почти 11 лет. Ну, все-таки в Орске больше знают Куртажерский завод, чем завод, тот, кто сейчас завод знает, меньше. Расскажите просто, что это за завод? Я знаю, что это серьезный завод. Сколько человек работает, какая продукция. Понятно, что щебеночный завод – значит семя. Но я думаю, что есть и какая-то другая продукция. Как выполняются планы, как работает завод на сегодняшний день? Расскажите, пожалуйста. Ну, на сегодняшний день на Орском заводе работает 230 человек. Максимально у нас доходило до 270 человек в разные времена. Значит, да, за те 10 лет, которые я работал на щебзаводе, были достаточно серьезные изменения. Мы были и в составе Приворской дороги, как предприятие именно железнодорожное. Потом нас вывели в дочернюю компанию. В конечном итоге часть акций уже выпутала частное лицо. И мы в последнее время являлись смешанной формой. То есть 25% принадлежало РЖД и 75% частного лица. Завод вообще мне кажется. Может быть, действительно, недостаточно мы о нем рассказываем. Вот. Это предприятие уникально в том смысле, что при той производительности и на том оборудовании, и при той твердости пород, которая есть, у нас ни одно предприятие в России такие объемы не выпускает. А щебелка там шла как раз на железнодорогу, на железнодорожную половину. Ну да, конечно. Она должна быть основной. Она изначально, это предприятие, создавалась под железную дорогу. То есть щебень фракции 2560 – это тот, который идет в путь непосредственно. И основная задача была производить именно путевой щебень. Это достаточно прочный щебень с высокими парадиками по твердости, по морозостойкости. Действительно, в путь идет далеко не весь щебень. А на сегодняшний день ГОСТы поменялись, и там очень жесткие достаточно требования в параметрах общения. То есть на фоне других заводов в России вы как-то стояли особняком. То есть с точки зрения качества выпускаемой продукции и вообще продукции. Именно даже с точки зрения объема выпускаемой продукции на этом типе оборудования. То есть этот тип оборудования позволяет нормально выпускать примерно 500-600 тысяч кубов в год. Мы производили миллион. Круто. Это полностью на РЖД или какие-то другие потребители? Щебень, который идет путевой практически 100% на РЖД. А вторая фракция щебня, это строительный щебень 520. Ему частично забирал РЖД. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я напоминаю, что в эфире картина маслом. И сегодня госпередача Одинцов Андрей Викторович, глава города Орска. И мы говорим о том, как строил свою жизнь Андрей Викторович. Ну, Андрей Викторович, если говорить о том части жизни, о которой мы сейчас говорили. Как вы считаете, вот все было сделано в жизни правильно? Я имею в виду стратегистик, конечно, решение. Ничего не хотелось бы менять и переделать? История не терпится слагать на этом памятном. Ну, что было, то было. Я думаю, что все, что проживает на мной, это все мое. И, в принципе, нет, я бы ничего не хотел сказать. Хорошо, спасибо. Значит, ну вот в октябре, достаточно неожиданно, образовалась вакансия главы города Орска. Скажите, Андрей Викторович, как пришло решение выставить свою кандидатуру? Может быть, был какой-то толчок, какой-то разговор? Или это было достаточно личное решение? Вы сами приняли такое решение? Ну, нет. Дело в том, что, чтобы принять такое решение, действительно, я считаю, что я разговаривал со многими, значит, спрашивал, что есть желание, как вы считаете? Ну, неоднозначные были ответы. От момента такого, что зачем тебе это нужно, у тебя все нормально. Вот. И заканчивая тем, что не даром надо идти вперед. То есть, вот, исходя из всех этих моментов, достаточно трудно принималось решение. Ну, я не думаю, что это были какие-то карьерные цели, так сказать. Карьеру можно было делать и там, на железной дороге, я думаю. Нет, дело в том, что, ну, как бы это не звучало, я все-таки, наверное, потратил город Орска. Потому что, если бы необходимо было уехать из города Орска, у меня было очень много возможностей. На протяжении всей моей карьеры были предложения, перехать и дороги дорога. Хорошо. А что для вас было самым трудным в предпринятии окончательного решения? Вот в любви советы были неоднозначны. Что было самое трудное, когда вы приняли, все, я иду однозначно и подаю документы? Я даже не знаю. Вы не делаете ничего не нужно? Нет, наверное, ничего отдельного не выделили. То есть, решение принималось в целом. Я понимал, что после принятия этого решения будет кардинальное изменение, будет совершенно другая жизнь. Но я принял это решение, опираясь на тот опыт, который у меня уже был, решил, что я смогу это сделать. Хорошо. Ну вот, вы все кандидаты выходили на заседание комиссии, где презентовали свои мысли, свои программы. Вот вы когда готовились к заседанию к этой комиссии, вам кто-то помогал? Вот излагали вы свое видение, проблемы города, пути решения, так сказать, наверняка там это было. Это был ваш опыт, ваше знание? Или вам кто-то вот советовал, с кем-то вы советовались, кто-то помогал? Ну, мне очень сильно помогла моя предыдущая депутатская деятельность. В принципе, знали, вы говорят, да. Дело в том, что я пять лет отработал комиссией по экономике, и, в принципе, для меня были не секрет цифры и ситуация по городу. Тем более, зная, что регулярно готовится отчет, это все есть в средствах массовой информации. В принципе, вся информация, которая была предоставлена в моей концепции, она в открытом доступе, там ничего сверху секретного нет. Ну, понятно. Как к вашему решению отнеслись жена, дети? Они ведь понимают, что изменения в вашей работе теперь хотят они или того нет, коснутся и их тоже. Мне этот вопрос задавали еще до того момента. Ну, естественно, человеческий вопрос. Как отнеслись жена и дети? Я тогда ответил с пониманием. Ну, действительно, с пониманием, потому что, ну, и дети сказали, что пап, мы тебя верим, ты сможешь. Ну, и жена сказала, что я подставлю ты сейчас. О, это самое важное. После того, как вы заявили, все стало известно, Одинцов подал документы, вам звонил губернатор? Какой-то разговор был с ним? Если был, то о чем говорили? Ну, уже позже мы здесь, он приезжал. Ну, еще до решения Горсовета. Да, да. То есть мы виделись здесь в городе. Ну, потому что хорошо вперед. Хорошо. И когда вы прошли собеседование на комиссии, так сказать, там, прилив, вот вы вдвоем выходили уже на Горсовет. Две кандидатуры. Спасибо. У вас была полная уверенность, что все получится, и депутаты вас поддержат? Или все-таки какие-то сомнения были? Вы знаете, сомнения были, конечно. И когда говорят о том, что я не... Ну, вообще широко говорят, что все решено заранее, что там все сформулировали же, это так чисто и формально. Вот расскажите, вот заседание Горсовета, ваше мнение, ваши ощущения. Городской совет, это 25 депутатов. Ну, сейчас у нас меньше, да. Ну, вы понимаете, тайное голосование. В принципе, любой депутат может изъявить свое мнение, проголосовать по-любому. И это же не открытое голосование. Поэтому, когда разговаривают, что все решено заранее, нет, ничего заранее не решено. И поддержка Горсовета в полном объеме, ну, для меня была вот таким радостным откровением. Я надеялся, что за меня проголосует большинство. Потому что, если бы я не надеялся, я бы просто не пошел. Не надеялся. Но сомнения были до последнего момента. Ну, и фракция и на России, наверное, поддержала тоже. Ну, там у меня получилось так, что при голосовании 21 человек голосовал. Из 21, один был в сплошном бюллетене, 20 человек голосовали там. Фракции против не было? Нет. Прекрасно. И даже оппозиция наша известная, так сказать, оппозиционеры тоже голосовали, да? Наверное, решили, что стоит мне поверить. Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Таким образом, вы стали главой города. Вышли первый день на работу. Чем занимается такой, риторический, может быть, вопрос? Но, тем не менее, чем занимается первый рабочий день на новой должности? Первый рабочий день? Ну, первый рабочий день был просто ознакомление с документами, ознакомление непосредственно с рабочим местом. Значит, ну, честно говоря, я понимал, куда, точнее, что, но для меня было все новое. Потому что производство и муниципалитет – это совершенно разные вещи. В одном из интервью вы говорили о том, что, когда задавали по-русу изменений вам вопрос, что прежде чем какие-то принимать решения об изменениях, надо понять, зачем должны эти изменения. Я абсолютно согласен, так сказать. Прошел неполный месяц работы на новой должности. На настоящий момент вы назначили только первого заместителя. Ну, естественно, вакансия была свободная, так сказать, вы назначили человека. Значит, по остальным вопросам. Идет процесс накопления впечатлений информации? И в таком случае следует ли ждать каких-либо изменений в дальнейшем? Они возможны? Ну, изменения не всегда возможны. Пока на сегодняшний день у меня нету причин сказать «нет» кому-то из команды. Значит, я продолжаю, скажем, ставить задачи и смотрю за их выполнение. Ну, все эти черты изменяются. Ну, вот мы уже говорили, но тем не менее, еще раз хочу сказать, когда депутатом вы были, вы так и на нас и сталкивались с работой чиновников. Конечно. Безусловно, они готовили проект решения, так сказать, обсуждали, выходили на комиссию, вместе с ними мы спорили, доказывали. Они вам свою правоту доказывали. Вот на сегодня. Как вы оцениваете работу аппарата администрации? Есть ли здесь намерение что-то поменять? В системе работы я имею в виду. Или вообще вот пришли, начали работать день, два, три. Что бросилось в глаза? И что идет? Было ли что-то, возможно, что идет вразрез с вашим представлением организации работы руководителя? Ну, что сразу бросилось в глаза. В связи с тем, что я достаточно долго отработал на производство. На производстве решения принимаются более быстро и требуется более четкое принятие решений. Именно в плане, ты быстрее видишь результат своего труда. Там четко выстроена система, ты должен быстро принять решение, тут же его воплотить в производство и ты за него отвечаешь. Муниципальная служба. Здесь на сегодняшний день принято такое количество законов, которые необходимо все соблюдать. И есть там моменты, когда, скажем, мне как производственнику, скажем, просто дико иногда. Казалось бы, что можно решение принять по-другому. Но, к сожалению, мы связаны регламентом, законодательством, проверкой прокуратуры и Екатеринбургом. Я вам скажу так. На сегодняшний день все обсуждают, сколько народу уехало в Москву. Давайте будем обсуждать, сколько вернулись в Москву. А эта тенденция тоже есть. То есть те ребята, которые уезжают в Москву и считают, что там все будет здорово, все замечательно, все легко, в Москве тоже кризис. Там тоже просела ситуация достаточно серьезная. И на сегодняшний день та зарплата, которая выплачивается в Москве, по сравнению с той зарплатой, которая выплачивается в Орске, она огромная. Но если ее привязать к тем расходам, которые есть в Москве, ну это еще вопрос, где уровень жизни будет выше. Хорошо. Еще какие-то, на ваш взгляд, слабые места в Орске? Слабые места. Да. Вообще, Орск более проблематичен именно в содержании коммунальной сферы только в одном плане. У нас очень вытянутый город. Зачастую, вы понимаете, сколько приезжало гостей на завод в свое время, они были всегда удивлены, когда мы едем, например, начиная там с вокзала, через старый город, переезжаем в Урал, вроде пошли дальше, вдруг уезжаем в центр города географических. Дальше едем, вот они заводы пошли, то есть они говорят, вообще у вас строение города очень интересное. Ну да, действительно, то есть эвакуировали, построили. Ну да, это же серьезно влияет на коммуналку и на сети. Это очень серьезный, правда. Да, это очень важный, когда, ну, взять, сравнить с тем же Новотроицким, да? Компактные улицы. Компактные улицы. Компактные улицы, которые идут на протяжении всего города, и, ну, за исключением западного микрорайона, там, значит, практически все многоэтажные достойки. У нас немного не так. То есть у нас очень много своих домов. Ну, естественно, это диктует дополнительные расходы, и большие расходы на коммунальную сферу, на дорогу и все. Конечно, это действительно очень тяжело содержать и такое количество дорог, и такое протяженность и трубопровода, и вода, и тепло, и все остальное. Хорошо. Ну, я сейчас не знаю, посядни цифры, так сказать, но порядка, там, 35-40 тысяч человек у нас работают в малом и среднем бизнесе. Это примерно так. Как вы оцениваете вот сегодняшнюю бизнес-среду в городе? Я все-таки говорю о малом и среднем бизнесе. Вы же все равно сталкиваетесь с людьми, которые работают в этой сфере и так далее. Вот оцените. Ну, оно одностороннее. Вы знаете, у нас в городе есть предприятия, те, которые, к сожалению, близки к банкротству, и есть предприятия, которые в бизнесе нормально развиваются. Ну, наверное, кризисы, они нужны для того, чтобы посмотреть, насколько сильно это производство. Это нормальный процесс, когда какие-то предприятия заканчивают свою деятельность, какие-то начинают развиваться. Это было всегда и будет всегда. Вопрос в том, насколько этот процесс должен быть уравновешен, чтобы количество новых предприятий было не меньше, чем количество тех, которые уже заканчивают свою деятельность. Ну, вообще, предпринимательный народ такой. Не получилось, обанкротились, закрылись, открываем новое, а вот и дальше. То есть, тут самый важный настрой человека. Это нормальное явление, понимаете? Дело в том, что в любое время есть момент такой. Когда-то выпускали магнитофоны с квадратными кассетами. И есть у нас предприниматели в городе Орске, которые, в принципе, построили свое благосостояние, записывая эти квадратные кассеты. Да, это я точно. В 90-е годы. Но на сегодняшний день этот бизнес умер. Да. И, скорее всего, уже никогда не возвратится. Я так думаю. Ну, и никто по этому не печалится. Ну, тут есть еще нюансы разные. Я так тоже могу сказать, что начиная бизнес, человек желание-то имеет, а нужных знаний иногда просто нет. Это и есть такая проблема, да. И мне приходилось спрашивать у предпринимателей, встречаясь, 10 человек опросил, где учился и какие книги прочитал по бизнесу. То есть, один-два человека из 10 говорят, что да, был там, читал вот такую книжку, а остальные не читали. То есть, устроить бизнес на свой страх и риск практически не пролетает. Ну, согласитесь, в принципе, когда разговор идет о построении бизнеса человеком с высшим образованием, все-таки у него шансы чуть больше. Конечно, конечно. И они выживают. Ну, это сторонние знания. Вот. Еще один вопрос такой, тоже важный. Что, на ваш взгляд, является главным в работе администрации? Администрацию критикуют очень много, иногда заслуженно, иногда абсолютно незаслуженно. Я просто хочу свою точку зрения высказать, потому что я достаточно хорошо это знаю. И вот некоторые возгласы, реплики по поводу того, чтобы половину закрыть, разогнать. Я просто знаю, что если даже половину сократить, на половину администрацию, через неделю в городе начнется коллапс. Сто процентов. Сто процентов согласен. Вот вы уже почти месяц поработали, так сказать, оценили. Ну, вот скажите мне, на ваш взгляд, что главное, что второстепенное, на что вы будете уделять больше внимания, чему, может быть, меньше и так далее. Понятно, команда, это все, это сейчас трясаться будет, это все будет формироваться. Ну, вот, стратегически. Ну, во-первых, я хотел бы вернуться именно к тому моменту, когда вы сказали, что администрация выполняет достаточно серьезный объем работы. И вот мне бы хотелось, как новому руководителю, донести до населения города, какую фактически работу выполняет администрация. Потому что тот объем работы, который действительно делается, он не видит. И все из-за этого предлагают, а давайте все закроем, и у нас все будет хорошо. Хорошо не будет. То, что на сегодняшний день основная задача администрации, именно содержание города, это основная задача, на мой взгляд. Она, во-первых, лета всегда. И возникает всегда негативное отношение, когда небольшой провал получается. А именно более глобальное направление. Ну, у нас есть сейчас ряд заводов, которые, к сожалению, имеют проблемы достаточно серьезные. И я считаю, что моя задача, как руководитель города, в том числе, постараться задать какие-то новые направления для решения проблем. Потому что, вы знаете, вот встречаясь с руководителем, я еще очень мало встречался, то есть буквально там всего объехал, там, порядка пяти предприятий, именно промышленных. Но в разговоре я выясняю, что зачастую два в пользу для соседних предприятий, не знаю, чем они живут. У нас есть проблемы, которые можно решать именно внутренними резервами городских предприятий. Я думаю, что именно в этом направлении мы будем работать. Ну, вот хорошо, что вы эту тему затронули, так сказать. Может быть, это не самая главная работа администрации, но это очень важно для города. Вот, связь, глава, значит, команда городская и руководители предприятий. В этом плане вот был совет директоров. Потом он никуда не делся. Он никуда не делся, но я не слышал о его работе. Он никуда не делся, просто, понимаете, я, конечно, как глава города мог уже инициировать в собрании совета директоров, но перед тем, как собирать директоров, я все-таки хочу объединить всех предприятий и познакомиться с производственными, чтобы более четко себя представлять, чем живет каждый предприятий. Тогда, я думаю, что мы будем обсуждать более конкретные вопросы на совете директоров, которые пойдут только плюс-бородов. С другой стороны, ведь эта вся работа не должна сводиться, дай денег. Нет. Конечно же нет, да? Я же только что сказал, что, понимаете, зачастую, скажем, можно развивать какие-то производства на территории города Орска за счет потребления наших же предприятий. Понимаете, действительно нет на сегодняшний день анализа по предприятиям, их потребностям, что, где, как. Зачастую предприятия городские начинают сотрудничать с другими областями, которые находятся за 300-500 тысяч километров. Хотя все то же самое можно делать внутри города. Хорошо. Еще такой вопрос. Познакомились с руководителями силовой структуры? Как вообще ситуация на сегодня с точки зрения правопорядка? Я не знал раньше. В новом качестве теперь уже как бы. В новом качестве я познакомился. Как, на ваш взгляд, ситуация в части правопорядка или охраны правопорядка? Что можете сказать? Я считаю, что на сегодняшний день у нас в городе достаточно стабильная ситуация в этом плане. Опять же, в сравнении с другими городами и регионами у нас возникают какие-то проблемы по городу, и они достаточно быстро и оперативно решаются. То, что касается проблем, да, действительно, я задал вопрос уже и руководителю УВД. Я, на мой взгляд, на сегодняшний день не очень хорошо работает. Именно самое низовое звено – это участковый. То есть тот человек, который должен быть на земле, дышать проблемами своего участка, знать все проблемы. Но там есть проблемы и в зарплате, и в текущих кадрах. Но мы обсуждали этот вопрос, и я думаю, что... Я собираюсь относить себя на передачу начальнику УВД, но, тем не менее, сейчас же объединили правоохранительные органы Орска и Матроицка. Вот просто на ваш взгляд, это... Я понимаю, что это данность, все, вы на это никак повлиять не можете. Но на ваш взгляд, это лучше или хуже, как вы считаете? Вы знаете... Или ничего страшного нет? Я не думаю, что это будет хуже. Я думаю, что это будет только в плюс по одной простой причине. Два города, которые находятся на таком небольшом расстоянии, наверное, разумно было объединить под руководителем один, чтобы более оперативно реагировать на какие-то возникающиеся ситуации. Потому что, действительно, скажем, при возникновении какой-то проблемы в Новоторитске, да, два руководителя могут связаться, но когда ситуацию контролирует один, я думаю, что это будет тоже в плюс. Хорошо, Андрей Викторович. Ну, вот мне опять показывают, что у нас время погоды, прогноза погоды, так сказать. Давайте чуть-чуть перейдемся, а потом закончим. Еще раз добрый вечер, уважаемые друзья. В эфире «Картина маслом» и гость сегодняшней передачи – Одинцов Андрей Викторович, глава города Уорска. Андрей Викторович, ну, мы уже завершаем разговор, время в эфире уходит, так сказать. Конечно, хочется спросить о многом. Ну, я понимаю, что слишком мало времени вы находитесь в должности, поэтому давайте будем считать, что мы только познакомились с вами. Ну, как с главой города. Ну, и, может быть, через там полгода, год, вернемся в эту студию, посидим, поговорим уже о конкретных делах. Не возражаете? Отлично. Ну, с другой стороны, у меня каждый конкретный гость, который приходит сюда на передачу, в конце передачи, в конце разговора, отвечает на шесть коротких вопросов. Я тоже прошу вас ответить на них. Ну, и ответы должны быть короткими и односложными. Качество, которое вы больше всего цените в женщинах. Главная черта, на ваш взгляд, вашего характера. Сколько? Назовите персонаж в реальной российской истории, который вам интересен и близок. Российская история. Что вы больше всего не любите? Предательство. Какой из человеческих пороков вы можете простить? За исключением предательства все. Ну, тогда следующий вопрос был, какой никогда, я понимаю, предательство. Такой вопрос интересный. Если вдруг вы окажетесь перед президентом России, что вы ему скажете? Интересный вопрос. На канале вы говорите. Можете ответить? Ну, я думаю, что, если в статусе кто, который мы сейчас находимся, попрошу об одном. Чтобы на сегодняшний день обратить внимание на малые города России. Они составляют большую часть населения России. И я считаю, что она немножко обзыводна. Спасибо. Уважаемые друзья, картину Масла сегодня писал Одинцов Андрей Викторович, глава города Орска. Спасибо, Андрей Викторович. Я думаю, что у нас получился интересный разговор. И спасибо всем, кто нас слушал. Всем всего удачи и всего доброго. Спасибо вам за вопросы. До свидания. До свидания. До свидания.